Раз, два, раз и... Выше и выше и выше В Терзании растет градиент И в каждом профессоре дышит Вспаливший вольтметр студент Так, добрый день, давайте начинать Значит, у нас в диэлектриках Осталось последнее Последний вопрос Формула Клаузиуса Массотти Формула Клаузиуса Массотти Так Тут что, опять не пишет? Значит, пока прогревается Чудо техники Скажу, что все, что я вам рассказывал Про диэлектрики, было улажен Я вам вешал лапшу на уши А вы ее спокойненько А вы ее спокойненько Воспринимали Мирно? А у нас на дно будет? Конечно Я бы еще хотел вам электрический ток Рассказать, чтобы его включить В рубеж Тогда я бы делал через раз Это как бы закончится в этом случае Повторение школьного Ну а дальше мы понесемся быстро По куда более содержательным темам Так вот, лажа состояла в том Что когда я писал О том, что дипольный момент В том числе и средний Пропорционален электрическому полю Я потихонечку не говорил Какому полю пропорционален А поле-то у нас есть два Микрополе, которое создается В веществе элементарными частицами И быстро меняется от точки к точке И макроскопическое поле Которое усреднено По достаточно большому объему вещества И мы бы электродинамики-то До сих пор в макроскопической теории Почти всегда говорили про макроскопическое поле Но, господа, когда молекула поляризуется Ей как-то вообще наплевать На среднее поле По макроскопическому объему диэлектрика Ей-то важно то поле Которое чувствует она А никакое там поле усреднено По большому промежутку Поэтому на самом деле Здесь стоит не макрополе А микроскопическое поле А я быстренько одно другим подменил И мы построили теорию диэлектрика А вы промолчали Ну вот теперь возникает естественный вопрос Как усредненное макрополе Заменить на микрополе Ну давайте рассмотрим Огромный кусок вещества Огромный-огромный У него нет границ Ну а если есть, то где-то далеко И вот здесь есть наша поляризующаяся молекула Наверное, я Не сильно вас удивлю Сказав, что сама молекула Ни в каком веществе не находится Молекула находится в вакууме А ее соседи где-то далеко Если смотреть на это Издалека составляют вещество Но вот вокруг молекулы Вообще-то есть Сферическая полость В которой вообще никакого вещества нет Теперь у нас в этом веществе Как мы с вами договорились Есть Электрическое поле Но то электрическое поле Которое мы всегда писали Это среднее электрическое поле Создаваемое свободными зарядами И макроскопическими зарядами веществе Которые возникли при поляризации Ну давайте посмотрим А как Да, здесь у нас изначально Было Пока мы не включили поле Было много-много молекул Вот тут было Тут было Тут было Тут было Ну и много их А потом был еще один слой молекул Пусть у нас есть электронная поляризация И пусть эти молекулы Изначально не были дипольными И тут были молекулы И тут были молекулы Ну в общем ничего особо страшного-то не было Я правда нарисовал немножко утрированную картинку Что-то я ее не посередине нарисовал Молекула где-то Наверное у нас Снизотропное вещество Наша интересующая молекула У нас где-то в серединке находится Ну вот теперь мы включили поле И все молекулы поляризовались Это значит, что они свои плюсы Выкинули вправо А минусы выкинули влево И в результате этого Каждая молекула превратилась в диполь Вот здесь у нее плюс Тут плюс Тут плюс Тут Тут Криво у меня получается Но Не так важно Молекулы тоже не очень ровно располагаются И здесь плюсы вылезли У соседних молекул Которые тоже поляризовались У них раздвинулись заряды И тут плюсы вылезли И тут вылезли Жуткая вещь Но кроме плюсов Которые сдвинулись вправо Появились еще и минусы Которые сдвинулись влево И тут тоже самое Надо было еще побольше молекул нарисовать Я все-таки это сделаю Вот здесь-то тоже были еще молекулы Вот здесь И вот здесь И они тоже поляризовались Выкинув сюда плюсы И сюда плюсы А сюда минусы И сюда минусы Ну и наверху тоже Естественно А теперь посмотрите Для нашей молекулы Вообще-то говоря Там далеко Положительные хвосты Поляризовавшихся молекул Оказались рядом с отрицательными хвостами И все эти заряды В среднем Более не менее скомпенсировались И поэтому от них И от этого слоя И от следующего И от всех слоев здесь И здесь И здесь, кстати И здесь, и здесь А значит И здесь, и здесь, и здесь В общем-то Вклад в поле почти нулевой Там плюсы и минусы Сильно перемешаны Но вот ведь незадача Там, где молекулу окружает вакуум Тут у молекул нет соседей Правда, я сейчас нарисовал Утрированную картинку Я область вакуума Нарисовал гораздо больше, чем надо Потому что вообще-то Область, размер того шарика Вокруг которого у молекулы нет вещества Это примерно расстояние между молекулами А я размахнулся и нарисовал шарик Который в пять раз больше расстояния между молекулами Но сейчас мы увидим Что эффект не зависит от радиуса шарика И поэтому мне так просто рисовать проще картинку А теперь смотрите, какая неприятность-то получилась С этой стороны около границы вакуума Собрались положительные хвосты молекул А около этой границы вакуума Собрались отрицательные хвосты молекул И их-то поля никто не скомпенсировал А это означает, что эти хвосты молекул Внутри полости создадут свое дополнительное Электрическое поле И это электрическое поле Усилит то среднее поле Которое мы до сих пор учитывали Поэтому вообще-то надо написать альфа А здесь усредненное поле Плюс дополнительное поле Которое создано вот этими хвостами Зарядов поляризовавшихся молекул Внутри дырки Ну я его так и нарисую Поле Которое возникает внутри дырки Понятно, чтобы теперь все улучшить Надо сосчитать поле в дырке Поле в дырке Сосчитать можно очень просто Если бы здесь был не вакуум А все было бы занятым веществом То тогда этого эффекта не было бы Поэтому я если мысленно Дырку заменю веществом У меня будет просто поле Е Но когда я добавил сюда вещество В эту дырку Я естественно добавил Вклад Поляризации этого Шарика, который я сюда вставил Я вставил шарик Из молекул, которые все поляризовались В эту сторону Если я его вставлю У меня это поле исчезнет Но на самом-то деле Такого шарика нет А давайте сделаем так Сперва вставим шарик Поляризованный слева направо А потом добавим шарик Антиполяризованный То есть поляризованный Справа налево Ну и совершенно понятно Что когда мы добавили Шарик поляризованный В эту сторону Поле стало Е А когда мы добавили Еще один шарик Поляризованный в обратную сторону То он как раз Создаст дополнительное поле И это поле будет как раз равно полю дырки. Поэтому поле дырки – это есть минус поля однородно поляризованного шара. То есть поляризованного в ту же сторону, как поляризованы все молекулы. Но поскольку шар этот компенсирует эту поляризацию, мы должны вставить антишар поляризованный в другую сторону, поэтому надо написать знак минус. Ну поэтому теперь надо сосчитать поле однородно поляризованного шара. Вообще-то я в прошлый раз хотел это сделать, но там уже времени не было. Но давайте сейчас аккуратненько сосчитаем. Итак, у нас есть шар. Который состоит из одинаково поляризовавшихся молекул. Вот я их несколько штук нарисую. Вот они стали такими диполями все. И у этих диполей, как и у тех диполей, которые я нарисовал, справа положительные хвосты. А слева хвосты, естественно, отрицательные. Так вот, я утверждаю, что такой шар, у которого все молекулы одинаково разошлись, можно представить, как сумму двух шаров. Шара, равномерно заряженного по объему отрицательным зарядом, это шар, состоящий из отрицательных хвостов. И шар, состоящий из положительных хвостов, который смещен относительно отрицательного чуть-чуть. Если это центр положительного шара, то центр отрицательно заряженного шара смещен от положительного как раз на размер молекулы, поляризовавшейся. Вот это размер поляризовавшейся молекулы. Тогда, если меня интересует электрическое поле где-то здесь, в какой-то точке внутри такого шара, давайте эту точку с центром положительного шара соединим векторочком R+, а с центром отрицательно поляризованного шара векторочком R+. Но совершенно очевидно, что если это вектор L, то R- равно R+, плюс L. Теперь, что касается электрического поля в точке наблюдения, то в точке наблюдения электрическое поле, которое создано вот таким поляризованным шаром, вот я его Е-штрих называю, складывается из двух полей. Из поля, создаваемого положительно заряженным шаром, и поля, создаваемого отрицательно заряженным шаром. Ну, что касается поля положительно заряженного шара, то оно считается элементарно по теореме Гаусса. Мы проводим Гауссовую поверхность вот такую, радиусом R+, и пишем теорему Гаусса E, поток поля, E+, на 4πR+, в квадрате, поля на радиус Гауссовой поверхности, есть 4π на заряд, который попал внутрь Гауссовой поверхности. Давайте введем плотность заряда, тогда заряд будет, это объем внутри Гауссовой поверхности, 4 третьих πR+, в кубе, на плотность заряда. Ну, 4π сокращается, и тогда получится, что E+, это будет 4 третьих πR+, на ρ. Кстати, ясно, что положительного шара поле будет смотреть вдоль вектора R+, поэтому здесь можно вектор так поставить. Ну, соответственно, для E-, мы получим поле, равное минус 4 третьих πR- на ρ. Ну, а тогда полное поле будет 4 третьих π, ρ можно вынести, а тут будет R+, минус R-, но если от R+, отнять R-, это будет минус вектор L, поэтому E будет равен минус 4 третьих πL. Теперь плотность заряда, что это такое? Это произведение заряда одной частицы на концентрацию носителей. Но если я L умножу на заряд, я получу дипольный момент. А если я дипольный момент умножу на концентрацию, я получу вектор поляризации. Итого получается, что электрическое поле внутри шара равняется минус 4 третьих π на вектор поляризации шара. И в таком однородно поляризованном шаре электрическое. Ясно, что вот эти нескомпенсированные заряды плюс, которые вылезли с этой стороны, создают дополнительное поле, и его линии ловят вот эти нескомпенсированные заряды минус. Поэтому внутри такого шара существует вот такое дополнительное поле. Е' Которое направлено противоположно вектору поляризации. Вектор поляризации у нас дипольный момент смотрит от минуса к плюсу. Ну вот мы и получили, что это поле такое. А у нас с вами сюда пришлось в однородное вещество без дырки вставить шар поляризованный задом наперед. Поэтому сюда надо добавить поле не минус 4 третьих ПП, а плюс 4 третьих ПП. И мы получаем, что средний дипольный момент средний дипольный момент будет равен поляризуемости молекулы одной на Е, на среднее макроскопическое поле, плюс 4 третьих ПП. Теперь, если обе части равенства мы умножим на концентрацию, то Н на Д даст нам дипольный момент вектор поляризации. И мы получили, что вектор поляризации равен концентрации на концентрацию, на поляризуемость молекулы на Е, на единицу минус 4 третьих ППП. концентрация на поляризуемость молекул. Я напомню, что раньше мы писали, что П равняется альфа НЕ. И называли поляризуемостью Хи произведение среднего альфа на Н. Ну, понятно, что здесь стоит средний, средняя поляризуемость, если по ансамбле мы усредняем. А теперь, оказывается, у нас появилась еще что-то такая штука. Понятно, что если концентрация атомов мала, то этим можно пренебречь, и наша формула, которой мы пользовались, работает. Ну, что такое малая концентрация, эта вещь достаточно известна, это газы. Для газов вот так можно писать. А вот когда вещество плотное, когда у нас есть диэлектрик, то этой штукой уже пренебрегать нельзя. Ну, тогда, поскольку мы говорили, что коэффициент пропорциональности между П и Е – это поляризуемость вещества, или диэлектрическая восприимчивость, то теперь у нас окажется, что хи – это есть произведение концентрации на среднюю поляризуемость молекул на единицу минус 4 третьих Пи-Н на среднюю альфа. А не Н альфа, как я писал раньше. Ну, а теперь, если мы вспомним, что D – это Е плюс 4 Пи-П, а П – это хи на Е, то здесь у нас получается единица плюс 4 Пи-Хи на Е, единица плюс 4 Пи-Хи мы обозначали эпсилом, но теперь у нас эпсилом будет не единица плюс 4 Пи-Н альфа, а вот такая штука. Ну, вот эта формула и называется формулой Клаузио-Самосоттика, которая работает гораздо лучше для конденсированных диэлектриков, чем то приближение, которое мы раньше пользовались. Правда, конечно, это верно только для изотропных диэлектриков, когда у нас полость сферическая, если там в разных направлениях расстояния между молекулами разные, у нас полость получится какая-нибудь там эллиптическая или бог знает какая, тогда надо уже численно все считать. Да, кстати, заметьте, что полученный результат не зависит от радиуса полости и от радиуса шарика. Поэтому то, что я шарик сделал большим, ну, наверное, это не такой уж большой грех. Потом его можно уменьшить. Ну, конечно, не совсем это честно, потому что я все равно, занимаясь большим шариком, усреднял по молекулам внутри, а внутри было много молекул, а здесь молекул очень мало внутри, грубо говоря, одна. Но, тем не менее, представление о том, что происходит, эта формула дает. Ну, еще один довольно здесь интересный результат. Посмотрите, можно придумать такую ситуацию, когда в знаменателе получится ноль. Тут же разность стоит. Ну, понятно, что для того, чтобы это получилось, надо, чтобы альфа была большая, поляризуемость молекул, и чтобы была большая концентрация. Ну, вообще, обычно при нагревании концентрация убывает, вещество расширяется, при охлаждении концентрация растет. Поэтому, вообще говоря, если такое и есть надежда наблюдать, то это можно наблюдать при достаточно низких температурах. Но вот те вещества, в которых такое происходит, называются сигнетаэлектрики. В сигнетаэлектриках такое чудо иногда наблюдается. Ну, тогда формально получается, что поляризуемость оказывается бесконечно большой. Это, конечно, не так. Эту формулу надо переписать чуть-чуть по-другому. Надо написать, что вектор поляризации в сигнетеэлектрики умноженной на единицу минус 4 третих пи n альфа есть n альфа e. Так смотрите, что теперь получается, когда эта штука вдруг обратилась в ноль. Раньше для того, чтобы вещество было поляризованным, надо, чтобы было электрическое поле. Пока здесь не было разности. Поэтому, чтобы вещество поляризовалось, надо было включать поле. А когда поля не было, я вообще говорил, что поляризация вещества равна нулю. Но мы даже график когда-то рисовали в зависимости среднего диполиного момента, то есть практически поляризации от поля. он у нас вот такой был. А теперь возникает новая возможность. Если это ноль, то даже при нулевом поле вектор p может оказаться отличным от нуля. То есть молекулы могут выстроиться в веществе без выстраивающего действия внешнего поля. Спрашивается, что их может выстроить? Да понятно, что собственные электрические взаимодействия этому плюсу очень выгодно находиться рядом с минусом другой молекулы. И за счет собственных диполь-дипольных взаимодействий молекулы могут выстроиться. И тогда возникает вещество, как говорят, спонтанно поляризованное. Оно само себя поляризовало. Ну вот такие вещества называются сигнеты электриками. Я бы их назвал чуть по-другому. Я бы их назвал электростатическими магнитами. В магнитах происходит то же самое, только там выстраиваются не электрические диполи, а магнитные диполи. Но об этом речь впереди. Но вообще, сигнеты электрики довольно интересная штука. Я сам как-то этого не видел, но говорят, что есть такой забавный эффект. Если вы сделали из сигнета электрика таблетку, то при высокой температуре это обычное вещество, там поля, никакой поляризации нет, поля отсутствует. Теперь вы поливаете эту таблетку жидким азотом, происходит фазовый переход второго рода. Все молекулы поляризуются, скажем, плюсы наверх, минусы вниз. Внутри зарядов не возникает, но зато на верхней поверхности получаются положительные хвосты молекул, а на нижней поверхности получаются хвосты отрицательные. В результате, естественно, возникает гигантское электрическое поле. У молекулы-то заряд элементарный, но молекул-то много. В результате между полоскостями таблетки возникает разность потенциалов нескольких киловольт. Это означает, что если у нас есть рядом какая-нибудь молекула воздуха, ну, несколько киловольт ее не разломает, но если прилетит гамма-квант излучения из космоса, он разобьет эту молекулу, будет плюс-минус. В поле этой штуки эти заряды разгонятся, разобьют соседние молекулы, у вас пойдет лавинная ионизация. В результате у вас начнут бить молнии сверху вниз. Из таблетки будут во все стороны молнии бить, грохот будет, она будет прыгать. До тех пор, пока разрушенные молекулы воздуха, ясно, что на плюс какие будут садиться куски молекул? Отрицательно и наоборот. И когда осколками молекул воздуха эти поля, заряды нейтрализуются, все успокоится. однако пройдет некоторое время, температура этой штуки нагреется, увеличится, и самовыстраивание прекратится. Поляризация спонтанно исчезнет, внутренние заряды, которые были на крышках, усредняются в ноль, но мы уже зарядили крышки дополнительно зарядом из воздуха. Поэтому снова появится разность потенциалов уже в обратную сторону. Снова будут молнии бить, пока снова все нейтрализуется. Вот такая забавная штука в принципе должна существовать. Вопрос, почему постоянные магниты, магнитостатики существуют, а электростатических магнитов не существует. Но я уже рассказал, почему. Потому что молекулы воздуха можно разбить на заряды, которые обязательно нейтрализуют возникшие на поверхности электрические заряды электростатических магнитов. А поскольку в магнитных взаимодействиях магнитных зарядов нету, то когда у вас есть постоянный магнит с такими же выступавшими, но не зарядами, а полюсами магнитов, то молекулы не могут развалиться на положительные магнитные заряды и отрицательные. Поэтому постоянные магниты могут существовать долго, а электростатические магниты они очень недолго существуют как источники электрического поля. Вот такое принципиальное различие между электрическим и магнитным полем вот на этом уровне. Ну вот, пожалуй, на этом разговор про диэлектрики я бы счел законченным. отрицательный отрицательный